Всем привет! Прошло уже более 9 месяцев войны в Украине. Удары по критической инфраструктуре повлекли за собой новую волну беженцев из Украины. В то же время программы для беженцев из Украины существенно изменились. Поэтому в этом видео вы узнаете основные обновления и суммы выплат переселенцам во всех странах, где принимают украинцев. Информация основана на официальных источниках, ссылки на которые будут в описании к видео. А также на отзывах личных знакомых, находящихся в этих странах и на отзывах людей, которые пишут отзывы в комментариях под прошлыми роликами по этой теме. Сразу попрошу вас, зрителей, об одном очень легком действии, которое принесет большую пользу и помощь всем беженцам. В комментариях под этим видео я создам темы по всем странам. И если у вас есть опыт беженства в этих странах, то напишите пожалуйста свой отзыв под конкретной страной. Именно этим вы окажете очень большую помощь абсолютно всем беженцам, которые пострадали от войны в Украине. А теперь подписывайтесь на канал, поделитесь ссылкой на это видео в ваших соцсетях и давайте разбираться. Польша. Страна, куда выехало больше всего беженцев из Украины и сейчас продолжают ехать. Есть много плюсов, но и минусы тоже имеются. Финансовая помощь. Тут особо без изменений. Основная это единоразовая помощь 300 злотых на каждого беженца из Украины. В евро это примерно 64 евро. Еще есть и другие программы, всего их примерно 13. Вы их видите сейчас на своих экранах. Ссылки на них найдете в описании к видео, но программы рассчитаны не на всех. Отзывы беженцев разные. Многие говорят, что получить выплаты сложно и долго. И вы не забудьте написать свой отзыв в комментариях под видео. По жилью. Первичное обеспечение есть от центров приема беженцев. А вот дальше уже как повезет. В основном нужно снимать. Но все равно всех, кого обеспечат бесплатным жильем, в перспективе хотят обязать все это оплачивать. По отзывам беженцев с арендой сейчас сложно. Особенно в больших городах. А ехать в маленькие города и села никто не хочет. Медицина. Тут болеть нельзя. Потому что в бесплатной медицине почти всегда большие очереди. Особенно к профильным специалистам. А частное очень дорого. Кстати, недавно появился интересный сервис. Карты. Где украинцы могут найти любую помощь, которой они нуждаются. Отзывов очень много. Ситуации у всех очень разные. Тут удивительного ничего нет. Потому что именно в Польше осело самое большое число украинских беженцев. Сейчас ехать в Польшу есть смысл только тем, кто сразу приступит к работе. Или у кого хорошая финансовая подушка. В целом, Польше изменения происходят часто и много. По этой стране можно хоть каждый день выпускать новый ролик с различными изменениями. Так что обязательно пишите все обновления и отзывы в комментариях под видео. Венгрия. Граничит с Украиной и въехать можно без биометрического паспорта. Но страна с особенностями и подходит не для всех. Финансовая помощь месяц взрослым 22 800 форентов, детям 13 700 форентов. Периода адаптации нет и с таким размером помощи на работу нужно выходить сразу. То есть логично рассматривать Венгрию беженцам, у которых есть работа на удаленке. Раньше много помогали волонтеры и просто местные, но сейчас все очень сократилось, а порой и даже агрессия может встречаться. По оформлению статуса есть бюрократические моменты и долгие сроки, в том числе и с выплатами тоже. По отзывам жильем обеспечивает, но с условиями кому как повезет. Работу найти можно, предложений много, но в основном работа тяжелая на заводах. По уровню жизни и цен, по отзывам у кого есть работа, то выжить можно, потому что расходы на питание и жизнь не очень отличаются от украинских. А вот средняя заработная плата почти в два раза выше. Так что для зимовки вариант неплохой, но только для тех, кто будет работать. Словакия. Тоже граничит с Украиной и въехать можно без биометрического загранпаспорта. Финансовая помощь. Ранее размер пособия зависел от числа членов семьи украинцев и их возраста. Однако сумма не должна была превышать 380 евро в семью в месяц. Размер выплат в месяц. 80 евро для взрослого, 160 евро для детей до 3 лет, 60 евро для детей от 3 до 18 лет. Дополнительное финансирование могут получить семьи, где есть лицо с инвалидностью. Также в Словакии была введена дополнительная выплата на зимние нужды. Это будет разовый пересчет в размере 150 евро на человека. Максимум 400 евро на семью. Как вы видите, финансовая помощь небольшая, но по отзывам, страна удобная для проживания, если беженцы собираются работать. Плюс была помощь на детей для подготовки к школе, которая примерно составляла 100 евро на одного ребенка. Но осенью предоставление денежной помощи украинцам было передано в управление по труду, социальным вопросам и семье. Так что точные цифры на данный момент неизвестны. И если кто-то в курсе, то напишите суммы обязательно в комментариях под видео. Есть временное обеспечение жильем, а также программа финансирования арендного жилья от государства, которая по отзывам беженцев действует до февраля 2023 года. По медицине предоставляется бесплатная экстренная медицинская помощь, но по отзывам, многие и до войны, если что-то серьезное, ездили лечиться со Словакией в Украину. По уровню цен, в некоторых моментах очень приближенные к украинским. Отзывов беженцев немного, но те, кто там, говорят, что нужно сразу устраиваться на работу. Тогда выжить и перезимовать в безопасном месте можно. С работой сложности нет, но в основном это различные заводы. Молдова. Тоже граничит с Украиной. Въехать можно без биометрического паспорта и даже с любыми документами, которые позволяют идентифицировать личность именно для спасения от войны. Потому что для туризма нужен биометрический паспорт. Финансовая помощь. Тут она от ООН в размере 2200 молдавских лей на одного человека, что составляет примерно 112 евро. Плюс 1 ноября 700 лев на семью дополнительная выплата, называется зимние деньги. Помимо помощи от государства, многими вопросами занимались волонтеры. Есть первичное обеспечение жильем и различные программы, но тут информации много. Подробнее можете посмотреть на сайте. Несмотря на то, что Молдова по уровню цен очень приближенная к Украине, многие беженцы поехали из страны дальше в Европу или вернулись в Украину. Но на зиму в Молдове опять ожидается прирост беженцев из Украины. Румыния. Именно беженцы, которые собираются подавать на защиту, могут въехать без биометрического паспорта. Финансовая помощь. Тут тоже от ООН 568 румынских лей на человека в месяц. Это примерно 115 евро. Эта помощь предоставляется один раз в месяц в течение трех месяцев. Есть еще финансовые помощи от других организаций, но по отзывам получали не все. Первичное жилье предоставляется в центрах для беженцев. Дальше либо снимать, либо можно воспользоваться программой 50 на 20. Под эту программу есть даже организованные рейсы из Запорожья, Днепра, Одессы с гарантированным заселением в некоторых виллах и отелях. По уровню жизни цены тут выше, чем в Украине, но не на много. Реальных отзывов в последнее время мало, так что если кто-то сейчас находится в Румынии, поделитесь, пожалуйста, актуальной информацией в комментариях под видео. Болгария. Принимает украинцев под статус временной защиты, но изменения есть. Финансовая помощь. Тут она единоразовая и составляет 375 болгарских лев. Это примерно 192 евро. Ссылка на источник будет в описании. По жилью. С 1 ноября программа временного убежища в Болгарии для частных гостиниц прекращает свое действие. Поэтому новые заселения будут осуществляться только в государственных и коммунальных объектах. В отелях питание предоставлялось. А вот как будет теперь, все под вопросом. Так что в комментариях, пожалуйста, напишите ваш отзыв о нововведениях в Болгарии. Словения. В последнее время одна из очень интересных стран для беженцев из Украины. По финансовой помощи. Для проживающих в лагерях беженцев выплачиваются только карманные деньги 125 евро в месяц на одного человека. Финансовая помощь для беженцев, которые не проживают в лагерях, рассчитана на 6 месяцев и составляет на первого взрослого 420 евро, на каждого следующего человека в семье 295 евро, на каждого ребенка младше 18 лет 125 евро. Плюс дополнительная выплата на детей в размере 122 евро в месяц на каждого ребенка на протяжении 3 месяцев. По жилью. Есть обеспечение в лагерях для беженцев, но есть и интересная программа компенсации на жилье, рассчитанная только на 3 месяца. Размеры выплат вы видите на своих экранах, но по отзывам в компенсацию на жилье ждать долго, да и найти подходящее жилье очень сложно. В целом, уровень жизни и цен не существенно, но отличается от украинских. Но первое время желательно иметь какие-то деньги, потому что с выплатами нюансов много. И часто процесс затягивается из-за различных ошибок, которые делают беженцы при оформлении помощи. Финляндия. Все так же продолжает принимать украинских беженцев. Изменений тут особо не наблюдается. Финансовая помощь. Тут все зависит от некоторых условий. Если это просто один взрослый человек без семьи, то сумма финансовой помощи составляет 323 евро. Но если в лагере для беженцев этот человек обеспечен питанием, то тогда сумма существенно меньше и составляет 94 евро. Для других лиц и для детей цифры вы видите на своих экранах. Так же беженцы получают обеспечение временным бесплатным жильем. В приемных центрах, лагерях или даже в квартирах или отдельных домиках. Доступ к медицине для детей, школы, ну и естественно право на работу. Работу найти можно, но это были в основном фермы и сезонные работы. Кто знает хотя бы английский, то можно работать и на более интересных работах. По уровню жизни и цен тут все в основном выше, чем в Украине, но по отзывам говорят, что прожить на пособие можно. Хотя если найти работу, то будет выгоднее. По отзывам каких-то громких возмущений или проблем не встречались. Эстония. Принимает украинских беженцев. Глобальных изменений нет, но некоторые сложности есть. Финансовая помощь. На детей до 16 лет от 60 до 400 евро в месяц. Родительская компенсация на ребенка до 1,5 лет 584 евро. Пособие для лиц с инвалидностью примерно до 241 евро. Прожиточное пособие. Первому члену семьи 200 евро. Второму взрослому 160 евро. Детям 240 евро. Ссылки, где указаны все нюансы по программам, будут в описании к видео. Если хотите узнать все подробности, от чего зависят суммы выплат. Еще встречалась информация, что выплачивается пособие по безработице в размере 292 евро. Если кто в курсе, то напишите это в комментариях под видео. По жилью первичное обеспечение есть, но дальше нужно арендовать. И с арендой возникают сложности. Особенно тем, кто с детьми и с животными. Аренду найти очень сложно. По уровню жизни и ценам. Тут уже все заметно отличается от цен в Украине. Но если работать, то жить можно. А вы в комментариях не забудьте рассказать, как вам живется в Эстонии. Латвия. Финансовая помощь. Есть единоразовая 272 евро на взрослого и 190 евро на ребенка. И ежемесячное пособие в размере 109 евро на первое лицо и 76 евро на каждого последующего человека в семье. А также другая материальная поддержка или социальные услуги в соответствии с индивидуальными потребностями человека. И несколько программ финансовой помощи, связанной с жильем и на детей. Там цифр и условий много. Поэтому ссылка на официальный сайт, где указаны все нюансы и детали, будет в описании к видео. По уровню жизни и ценам. Немного выше украинских. Но если работать, то прожить можно. А работать нужно будет по-любому. Потому что на одно пособие не проживешь. Отзывов по стране немного. Все в основном умеренные. Негатива не встречалось. Литва. По финансовой помощи. Тут все очень нестандартно. И все отличается от городов, в которые попадают беженцы. В среднем это примерно от 70 до 260 евро. Единоразово на человека. Но есть много и других вариантов финансовой помощи индивидуального характера. Информация имеется на официальном сайте. Ссылка будет в описании. Переходите и во всем разберетесь. По уровню жизни и ценам. Да, отличается чем в Украине. Но многие и до войны ездили из Украины на заработки в Литву. Так что жить и работать можно. Но работу нужно искать сразу. С первых дней прибытия в страну. Черногория. Принимает украинских беженцев под статусом временной защиты сроком на один год. С возможностью его продления. Финансовой помощи нет. Да и среди помощи это только медицина, образование для детей и право на работу. Больше рассчитывать беженцам не на что. То есть сюда ехать нужно только с деньгами и желательно с работой в формате удаленной. Небольшой бонус с бесплатным проживанием появился только в октябре. И то только для беженцев из Украины, которые уже находились в Черногории и у которых уже был оформлен статус защиты. По уровню жизни и ценам. Одна из самых доступных стран в Европе. Но ехать сюда можно беженцам только с деньгами и желательно с работой. Кипр. Тут есть небольшие положительные изменения. Финансовая помощь. Тут единоразовая. На одного взрослого 340 евро. На второго члена семьи старше 14 лет 170 евро. На детей до 14 лет 100 евро. Еще есть помощь беременным. Пакет основных необходимых предметов после родов. Памперсы, одежда, коляска и тому подобное. На общую сумму 1800 евро. По жилью. Из хорошего. Программу с бесплатными отелями продлили до марта. Но узнать наличие свободных мест в отелях можно только по факту прибытия в страну. И заселят в отель только после того, как будет полный пакет необходимых документов. У беженца на руках. По уровню жизни и ценам. Тут, конечно, все выше от цен в Украине. И работа в основном сезонная. Поэтому есть логика ехать на Кипр только тем, у кого есть удаленная работа и нормальные стартовые деньги на первое время. Испания. Тут есть несколько этапов, но очень много отличий. Некоторые беженцы говорят, что на первом этапе обеспечивают только жильем и питанием. Выплат не дают. Другие говорят, что предоставляют жилье и выплаты только на питание. На следующем этапе выделяют две суммы денег. Первая на оплату аренды жилья, вторая на еду, вещи и коммунальные услуги. Но тоже по отзывам суммы у многих отличаются. В августе утвердили программу помощи 400 евро на взрослого и 100 евро на детей, рассчитанную на 6 месяцев. Но выплаты обещали начать только с ноября. Кстати, помощь это не для всех, а только для самостоятельных беженцев, которые не состоят в никаких государственных программах. Так что напишите в комментариях, кто получает. По уровню жизни и ценам. Тут среднеевропейские. В среднем по ценам что-то выше украинских, но есть и приближенные к украинским. Отзывов по Испании очень много. Есть положительные, но среднестатистически все-таки больше негативных. И многие беженцы не рекомендуют Испанию. Италия. Еще одна красивая и интересная страна с подвохом для беженцев. По финансовой помощи. Трехмесячная программа 300 евро на взрослого и 150 евро на детей закончилась в сентябре. И о новых выплатах никто не говорит. Поэтому из помощи осталось, грубо говоря, бесплатное жилье от Красного Креста и продукты от Caritas. На все остальное нужны деньги. И тут либо нужно иметь хорошую финансовую подушку, либо сразу работать. При этом с работой тут тоже не так радужно. Без знания языка это либо присмотр за пожилыми, либо уборка различных объектов. По уровню жизни и ценам. В Италии ощутимо выше, чем в Украине. И на заработанные деньги на работе без знания языка прожить сложно. Отзывов по Италии тоже очень много, но положительных мало. В общем, страна для туризма интересная, но только не для беженцев. Мальта. Все так же принимает беженцев с Украины. Глобальных изменений нет, но некоторые положительные планируются. Финансовая помощь. На одного взрослого 111 евро в неделю, то есть 444 евро в месяц. На одного ребенка 8 евро в неделю, то есть 32 евро в месяц. Ранее беженцы получали эту помощь по чекам в отделении банка. Сейчас же приходят беженцам письма, чтобы они делали себе банковскую карту для получения этой помощи на карту. Поэтому вскоре с этим вопросом беженцам станет легче. Ситуация с жильем не изменилась. Есть всего один объект, в котором все занято. В семьи сейчас без знакомства особо не попадешь. Снять жилье можно, но тогда нужна хорошая финансовая подушка. Помощь от волонтеров существенно сократилась. В целом уровни жизни и цен существенно отличаются на Мальте от украинских. Работу найти можно, но если есть маленький ребенок, то работать просто не получится. Из-за некоторых особенностей, связанных с временем работы садиков и школ. Если ехать на Мальту, то нужно рассчитывать сразу только на аренду жилья. Иначе будете сидеть просто на улице под открытым небом. Хорватия. Все так же продолжает принимать украинских беженцев. Финансовая помощь тут единоразовая. 2500 кун для одинокого человека. Это примерно 332 евро. Но не более 3500 кун для семьи. Это примерно 465 евро. Ссылка на источник будет в описании. Жильем обеспечивают и первичным, и на длительный срок. Обычно это хостелы и отели. Кое-где даже с питанием. Дальше можно переехать на квартиру. Аренду и коммунальное государство помогает оплачивать. По уровню жизни и ценам. Тут все выше от цен в Украине. Поэтому нужно обязательно обращать внимание на возможность самостоятельного обеспечения. То есть, либо иметь удаленную работу, либо искать на месте. Отзывы тут разные, есть положительные и отрицательные. Но ничего критического. Ну и свой не забудьте написать в комментариях под видео. Португалия. Тут изменений особо не наблюдается. По финансовой помощи есть выплата социальной интеграции. 189 евро на одного взрослого. 132 евро на каждого последующего взрослого. И 94 евро на каждого ребенка. Еще есть семейные пособия на детей и молодежь. Но оно зависит от состава семьи, годового дохода и возраста ребенка. И дородовое семейное пособие для беременных. 149 евро. Есть еще информация о стипенде на курсах португальского. И субсидии на питание. Но многие беженцы озвучивают суммы разные. Поэтому, кто знает, напишите это в комментариях. Жильем первичным обеспечивают в центре приема. Дальше нужно арендовать. Для аренды жилья есть программа Porta de Entrada. Которая должна помогать с расходами на аренду. Но реальных отзывов о программе не встречалось. Так что, если у кого есть опыт, то тоже пишите в комментариях под видео. По уровню жизни и ценам. Что-то выше, но кое-что и ниже, чем в Украине. И если найти работу, то выжить можно. Отзывы беженцев тут тоже разные. Примерно 50 на 50. Положительные и отрицательные. Но все равно, многие не рекомендуют Португалию. И переезжают в другие страны. Австрия. Тут есть приятные изменения. Но не для всех. По финансовой помощи, как и было. Все зависит от разных факторов. Жилья, питания и тому подобного. В среднем месяц это примерно 215 евро на одного взрослого. И 100 евро на одного ребенка. Плюс дополнительная финансовая помощь, которую вы видите на своих экранах. Кроме того, финансовую помощь планируют увеличить. А новые размеры финансовой помощи вы также видите на своих экранах. Плюс приятный бонус. Это единовременная выплата климатической и антиинфляционной компенсации. Взрослые 500 евро, дети 250 евро. Но это не для всех. А только для беженцев, которые прожили более 6 месяцев в Австрии. По уровню жизни и ценам Австрия ощутимо отличается от Украины. А многие из беженцев, кто не обеспечен питанием, говорят, что выплат с трудом хватает на еду. Отзывы разные. Многие беженцы говорят, что в основном все сходится с программой. Но справиться со всем только за счет пособия не получается. Швеция. Тут особо без изменений. По финансовой помощи. Есть два варианта финансовой помощи. Первый вариант для беженцев, которые обеспечены социальным жильем и питанием. Суточная финансовая помощь составляет 24 кроны в день для взрослого без сопровождения. В месяц это примерно 720 крон или всего около 70 евро. Для беженцев в составе нескольких человек выплаты вы видите сейчас на своих экранах. Второй вариант для беженцев, которые нашли себе жилье самостоятельно. Например, у знакомых или арендуют. Суточная финансовая помощь составляет 71 крону в день для взрослого без сопровождения. В месяц это примерно 2130 крон или всего около 205 евро. Если же это семья, то остальные выплаты вы видите сейчас на своих экранах. Есть еще целевая помощь. Тут размеры очень индивидуальны. И выплачивается в случае, если у беженца есть острая потребность в чем-то, что не покрывается суточными выплатами. Например, сделать очки, купить зимнюю одежду или детскую коляску. Но нужно доказать, что необходимость неотложна и беженец не в состоянии оплатить самостоятельно. Также есть очень важный нюанс. В Швеции есть районы с социальными и экономическими проблемами. Там финансовая помощь не предоставляется. Жильем обеспечивают и первичным и на длительный срок. Но есть нюансы по жилью. Это могут быть отдельные квартиры, а могут быть только комнаты. Ну и место, куда отправят, нет права выбирать. То есть отправить могут в места, где нет работы, да и выйти особо некуда. Отзывы. Тут градус негатива ниже. Но все равно многие беженцы не рекомендуют ехать сюда украинцам. По уровню жизни и ценам. Швеция очень существенно отличается от Украины. Многим беженцам из Украины было сложно тут адаптироваться. И некоторые из них решили перебраться в более доступные страны. Нидерланды. Тут ожидается изменений много. По финансовой помощи есть несколько вариантов. Первый. Когда беженцы обеспечены социальным жильем, то взрослые и дети получают до 260 евро в месяц на человека. А если еще и обеспечены питанием, то тогда выплата на каждого человека составляет всего 55 евро в месяц. Но если беженцы проживают самостоятельно, либо в принимающей семье, то ежемесячно получают дополнительную финансовую помощь в дополнение к пособию на проживание. Взрослые получают дополнительно 215 евро, а дети 55 евро. Изменения с 1 декабря 2022 года. Небольшие, но положительные. Компенсации на одежду и личные расходы собираются поднять на 1 евро. И беженцам, которые заняты волонтерской деятельностью в центрах приема, собираются платить 14 евро в неделю за их труд. А также беженцам разрешат покидать страну до 28 дней без потери выплат. А вот изменения с 1 февраля 2023 года уже беженцев не радуют. Первое изменение это если один из членов семьи пойдет работать, то пособия лишатся все члены семьи. Второе это уменьшение жилищного пособия с 215 евро до 93 евро. И третье изменение скорректирует сумму на питание в зависимости от количества состава семьи. То есть чем больше семья, тем меньше сумма выплат. Ориентировочные суммы новых выплат вы видите сейчас на своих экранах. Жильем пока что обеспечивают бесплатно. Это могут быть общежития и другие различные объекты. Условия очень разные, но большого негатива от беженцев не слышно. Отзывы были в основном положительные, но новые изменения явно не радуют беженцев. И многие будут просто в каком-то тупике, когда они заработают. По уровню жизни и ценам ощутимо высокие, но по отзывам беженцев помощи в основном хватает. Работу найти можно, но вот когда придется снимать жилье, то это будет очень сложно сделать из-за высоких цен и сложных условий. Франция тоже постепенно начинает сокращать выгоды для беженцев. По финансовой помощи раньше было два варианта. 6,8 евро в сутки на одного, то есть в месяц это примерно 204 евро. Если же это семья из нескольких человек, то остальные суммы вы видите сейчас на своих экранах. Таблицы. Это суммы, если беженцы обеспечены социальным жильем. Если же кто-то не получал социальное жилье, то таким лицам добавляют еще на каждого человека 7,4 евро в день. Но до октября всем беженцам платили обе суммы. То есть, например, на одного взрослого это было 426 евро в месяц. А с октября беженцы говорят, что финансовую помощь сократили, то есть не будут платить эти дополнительные 7,4 евро в день беженцам, которые обеспечены соцжильем. По жилью временный приют предоставляют, но потом будут распределять на постоянные. Это могут быть косталы, кемпинги, отели или приемные семьи. Все зависит от того, какая организация будет заниматься распределением. Красный крец или синга. Отзывы разные. Есть положительные и отрицательные. Больше всего отрицательных от беженцев, которые попали на юг Франции. Уровень жизни и цен. Тут, конечно, выше, чем в Украине, но по отзывам большинства беженцев, условия от государства были хорошие. И много помощи от различных организаций и волонтеров. Есть небольшие бюрократические моменты, но ничего критического. Чехия. Тут изменений ожидается много. Все изменения должны вступить в силу только в январе 2023 года. Но много изменений не в плюс беженцам. Касательно финансовой помощи. Пока что по условиям беженцам дают 5000 крон единоразово в месяц. Это примерно 205 евро. Единоразово эту помощь можно получить 6 раз. С 7 месяца размер финансовой помощи будет ниже. Взрослым 4620 крон, детям 3320 крон. Но с января 2023 года беженцев хотят полностью лишить выплат. Жильем сейчас обеспечивают бесплатно продолжительностью более одного месяца. А с января собираются ввести оплату за жилье, начиная с 30 дня проживания в соцжилье. По отзывам, тут их очень много. И пока что до планируемых изменений большинство настроено более-менее положительно. Уровень жизни и цен тут тоже вырос, как и везде. То есть все ощутимо отличается, чем в Украине. Некоторые как-то выкручиваются на пособии. Но большинство, кто работает, в основном совсем справляется. В общем, условия сокращаются, но и изначально Чехия была удобна именно для тех, кто собирался сразу работать. Бельгия. Все так же привлекает беженцев одними из самых больших выплат. Но ситуация с жильем по-прежнему сложная. Финансовая помощь. Все зависит от разных факторов и условий. Но в целом максимальное денежное пособие это плюс-минус 1500 евро на семью. На отдельного одного человека насчитывают около 1100 евро. На совместно проживающих взрослых около 750 евро. Сложность с жильем так и осталась. Свободного почти нет. Снять очень сложно. И пока нет жилья, нет карты А. А соответственно и соцпомощи тоже нет. Но беженцев с детьми под открытым небом никто не оставит. А вот беженцам без детей стоит заранее подумать о первичном жилье, чтобы не ночевать на вокзалах. Отзывы в основном положительные. Особенно кто нормально устроился с жильем. По уровню жизни и ценам. Да, высокие. Но по отзывам беженцев пособия для выживания хватает. Даже без глобальной экономии. Работу найти можно, хоть и нелегко без знания языка. Но есть и второй вариант. На подработках. Дания. Глобальных изменений нет. За исключением открытия нового жилого городка в Копенгагене. Финансовая помощь. Многие беженцы называют очень разные суммы. Просто размеры выплат зависят от коммуны, в которой проживает беженец. Примерно в среднем финансовая помощь людям от 30 лет составляет до 6228 крон до налога. Но налог не маленький, а то, что остается на руки, это примерно 5290 крон или 711 евро. Но из этой суммы будут вычитывать примерно 2500 крон, если коммуна предоставит беженцу жилье. Каждой коммуне по-разному. Если это взрослый и ребенок, то сумма до налога может быть примерно 8716 крон или 1172 евро. Но в отличие от других стран, эти выплаты тут дают не просто так. Их нужно отрабатывать. Например, ходить на курсы датского языка или на работу от коммуны. Жильем обеспечивают в основном это лагеря или общежития. Сложностей в этом вопросе особо не слышно. За исключением цен на съемное жилье. Если беженцы решат сами арендовать себе жилье. Отзывы в основном нейтральные. Но все равно многие беженцы с опытом не очень рекомендуют ехать в Данию новым беженцам. По уровню жизни и ценам. Тут отличия от украинских очень сильные. Поэтому даже если найти хоть какую-то работу, особенно без знания языка, выживать очень сложно. Исландия. Одна из самых непопулярных стран среди украинских беженцев. По последним данным ООН, зарегистрировано всего 1766 беженцев из Украины. Финансовая помощь. На взрослого в неделю 8000 крон. На пару в неделю 13000 крон. На ребенка в неделю 5000 крон. Плюс дополнительная помощь после 4 недель пребывания. На взрослого в неделю 2700 крон. На ребенка в неделю 1000 крон. Бесплатным жильем беженцы обеспечиваются до 8 недель. После этого срока нужно найти жилье самостоятельно. И когда будет договор аренды, можно оформить социальную помощь в размере от 1500 до 348 тысяч крон. Это примерно от 1800 до 2340 евро в месяц. Все зависит от муниципалитета и от того, являетесь ли вы одиноким человеком или парой. Главная сложность – это очень высокий уровень жизни и цен. Особенно это касается аренды жилья, с которым столкнется каждый беженец. Да, уровень заработной платы тут тоже не низкий. Но работы тут тоже в основном только тяжелые. И особенно для женщин. Ирландия. Сверхинтересная страна по финансовой помощи украинским беженцам. Но минусы тоже есть и очень критические. Финансовая помощь, сумма как и была 206 евро на одного взрослого, так и осталась без изменений. В месяц это примерно до 824 евро на одного человека. Для семей из нескольких человек информацию вы видите сейчас на своих экранах. Плюс департамент выплачивает пособия на ребенка родителям или опекунам. Ребенка в возрасте до 16 лет в размере 140 евро в месяц на каждого ребенка. Жилье – больная тема для этой страны, особенно с первичным размещением. И сейчас вопрос стал вообще критический. Но мамы с детьми на улице ни разу не оставались. Да и просто взрослых тоже куда-то пристраивают. Отзывы в основном все положительные, за исключением, когда попадается не очень интересное жилье. Уровень жизни и цен высокий и серьезно отличается от Украины. Но по отзывам беженцев пособия на все хватает. И даже не все ищут работу, особенно у кого не особо есть возможность. Грузия. С сентября стартовала новая программа финансовой поддержки украинцев. Программа рассчитана на тех беженцев, которые проживают в Грузии и относятся к группам уязвимых категорий населения. В рамках этой программы украинцы должны получить 6 выплат по 235 лаве. В евро это примерно 86 евро на каждого члена семьи. Отзывы. Какого-то громкого негатива особо не слышно. Но беженцам, кому интересно Грузия, нужно понимать, что этой небольшой финансовой поддержки совсем недостаточно для выживания в этой стране. Поэтому логично ехать сюда только тем, у кого есть нормальная финансовая подушка. Ну и работать придется обязательно. Япония. Сверхнепопулярная страна для украинцев. Но все же поехать можно, предварительно получив краткосрочную визу в посольстве Японии, например, в Варшаве. По финансовой помощи. Тут беженцы озвучивают примерно 800-1000 долларов в месяц на одного человека. По отзывам встречались только положительные. Но в последнее время очень часто бывают отзывы с отказами в выдаче виз. По уровню жизни и ценам. Да, высокие, но не выше, чем в некоторых северных европейских странах. В общем, тем, кто хочет уехать в Японию, стоит хорошо задуматься, а стоит ли оно всего этого. Соединенные Штаты Америки. Украинцы могут получить гуманитарный пароль для въезда в США, если найдут себе спонсора по программе United for Ukraine. Спонсором может быть любой, кто законно находится в Штатах. Это могут быть родственники или знакомые. А у кого нет таких людей, то есть различные сайты. И даже в Фейсбуке крутится реклама со спонсорами. Но лучше искать только через знакомых, потому что мошенников в этом деле много. Финансовая помощь. Конкретные цифры в официальных источниках нигде не фигурируют. Потому что, скорее всего, есть отличия в размерах в зависимости от Штатов. Но в среднем это примерно 200-450 долларов на человека. Все остальное обеспечение очень индивидуально. Есть разные отзывы. Кто-то говорит, что есть бесплатное жилье. Кто-то говорит, что все только платное. Есть небольшой плюс в изменениях. С ноября беженцы могут идти на официальную работу с первого дня пребывания в Штатах. Но это право действует только первые 90 дней. Потом все равно нужно получать стандартное разрешение на работу. Уровень жизни и цен высокий. И на пособие жить тут не вариант. То есть, эта страна только для тех, у кого есть нормальный стартовый капитал и возможность сразу начинать работать с первого дня. Канада все так же принимает украинцев по иммиграционной программе Куаэт. Согласно этой программе, украинцы могут бесплатно оформить визу на срок до 3 лет. Имеют право на работу, бесплатную медицинскую страховку, бесплатное образование детей, плюс много различных центров, которые оказывают бесплатную помощь новоприбывшим. Для получения визы нужно просто подать электронную анкету и сдать биометрию в любом визовом центре Канады. Весь процесс получения визы бесплатный, но со сроками полный хаос. У кого-то выходило за 3 дня, но чаще всего очень долго. Многие говорят, что ждали до 6 месяцев. Особенно долго выходит у детей. Финансовая помощь. От правительства единоразовая выплата 3000 канадских долларов на одного взрослого и 1500 на одного ребенка. В евро это примерно 2089 евро на одного взрослого и 1150 евро на ребенка. Деньги приходят примерно в течение двух недель. В дополнение к этим выплатам есть еще и провинциальные. Тут суммы разные, все зависит от конкретной провинции. Но эту финансовую помощь получить уже сложнее, так как нужно доказать, что вы в ней нуждаетесь. Например, в провинции Британская Колумбия есть помощь, которая рассчитана на 6 месяцев. 900 долларов на одного взрослого или 1700 долларов на семью ежемесячно. И если есть кто-то с инвалидностью, то выплаты могут быть больше. Жилье. Конкретно программы обеспечения жильем нет, но на несколько дней можно рассчитывать на бесплатное жилье от Красного Креста. Жирный минус всего этого это цена перелета. Тут уже украинцам понадобится на это немаленькая сумма, которая есть не у каждого. Но есть выход. Miles for Migrants. На этой платформе разыгрывается бесплатный билет. Сейчас розыгрыш закрыт, но информация о следующем розыгрыше указана на сайте. По уровню жизни и ценам все зависит от провинции, но ощутимо высокие. С работой по отзывам уже прибывших найти не проблема. В целом эта программа отличный вариант иммиграции для людей, которые целенаправленно хотели попасть именно в Канаду. Для людей в возрасте до 35 лет без детей. Потому что с детьми и людям постарше, и особенно без знания языка, стартовать с нуля очень сложно. Великобритания продолжает принимать украинцев под бум программы. Первая для украинцев, у которых есть родственники в Великобритании. Вторая найти спонсора. В обоих вариантах нужно открыть визу, которая делается в максимально упрощенном режиме и дает право на пребывание до 3 лет. По этой программе спонсор обязан предоставить комнату или отдельное жилье для беженцев как минимум на 6 месяцев. При этом спонсор получит выплату в размере 350 фунтов. И кстати, по отзывам беженцев на зимний период выплаты спонсорам увеличили. Но не всем. Некоторые так и продолжают получать по 350 фунтов. Украинцы тут получают право на трудоустройство и медицинское обслуживание на 3 года. Финансовая помощь. Есть единовременная. 200 фунтов или 232 евро. И ежемесячная. Согласно Universal Credit на одного взрослого, которому больше 25 лет, это 334 фунтов или примерно 385 евро. Для всех других составов и возрастов выплаты вы видите на своих экранах. Еще есть финансовая помощь на детей, которая составляет ориентировочно 290 фунтов, примерно 337 евро. Но размер зависит от условий, которые вы видите на своих экранах. Плюс Child Benefit до 21 фунта в неделю, что составляет 25 евро. Главная сложность это найти спонсора для того, чтобы открыть визу. Поиск через специальные сайты очень долгий, поэтому все в основном ищут через знакомых или через Facebook. Отзывы разные, ярко положительные или отрицательные встречаются нечасто. То есть тот, кто действительно нуждается в помощи и кому нужно англоязычное общество, в основном всем удовлетворен. Уровень жизни и цен. Высокий, но по отзывам беженцев пособия хватает на жизнь, пока спонсор обеспечивает жильем. Норвегия продолжает принимать украинских беженцев по программе временной коллективной защиты. Финансовая помощь зависит от этапов. Первое время это отель или лагерь полного обеспечения. Могут выделяться минимальные средства в месяц 400 крон или 40 евро. Далее, получение своего жилья, которое спонсирует коммуна, но еще не начало интеграционной программы. 650 евро взрослый и ребенок от 250 до 350 евро. И следующий, интеграционная программа. Примерно до 1400 евро, когда беженец ходит на курсы, как на работу, и уже сам оплачивает это жилье и коммунальное. Жильем обеспечивают всех и конкретно именно на само жилье особо никто не жалуется. А вот расположение этого жилья радует не всех. Отзывы в большинстве в основном положительные, крайне редко бывают и противоположные, но это больше индивидуальное, чем массово. По уровню жизни и ценам все дорого, но по отзывам беженцам программы помощи хватает, если не жить на широкую руку. Германия. Занимает второе место по количеству беженцев из Украины. И на конец ноября приняло 1 млн 21 667 украинцев. По финансовой помощи до конца 2022 года выплачивает до 449 евро в месяц на одного взрослого. И если это семья, то размеры выплат вы видите сейчас на своих экранах. А с 1 января 2023 года украинские беженцы в Германии будут получать на 40-50 евро помощи больше. Новые суммы вы видите на своих экранах. Кроме хорошей финансовой поддержки есть и многие другие варианты помощи. Это предоставление жилья в лагерях и даже финансирование арендного жилья. Но найти подходящую квартиру нелегко. Плюс некоторые покрытия коммунальных платежей и единоразовая помощь на предметы домашнего быта. А также медицина, право на работу и тому подобное. Отзывы. Тут их очень много, есть разные. Но в большинстве говорят, что обеспечения полностью хватает. Жалуются редко. В основном только кому не повезло жильем или на бюрократические моменты. По уровню жизни и ценам. Да, все в основном выше, чем в Украине. Но по отзывам беженцев это не проблема. Потому что едой много запасаются почти бесплатно за пару евро в такеле. Поэтому некоторые и откладывать что-то умудряются. Швейцария. По данным ООН, на начало декабря 2022 года приняло всего 70 730 беженцев. И на текущий момент предоставляет самые интересные условия для украинских беженцев. Первое, что получают украинцы, это уникальный статус С. Который дает право на проживание в течение одного года с возможностью продления. При обращении за защитой украинцев распределяют по кантонам. Где их обеспечивают соцжильем, питанием и медстраховкой. Также украинцы получают право на работу. Финансовая помощь в размере 1573 франков в месяц. В евро это примерно 1655 евро на одного человека. Но эти деньги идут не в руки украинскому беженцу. А выплачиваются властям кантона, куда распределят беженца. Из этой суммы кантон покрывает расходы на медстраховку, на проживание беженцев, питание, средства личной гигиены и куча прочих расходов. В итоге на руки кантон выплачивает только то, чем не обеспечил беженцев. Это примерно 350-450 франков на одного человека. Сумма отличается в разных кантонах. Жильем обеспечивают полностью всех. На первое время это в основном переоборудованные лагеря с перспективой на аренду квартиры, которую коммуна будет покрывать вместо лагеря. Отзывы тоже много и почти все положительные. Недовольных беженцев практически нет. Только очень редко проскакивают противоположные отзывы с индивидуальными нюансами. Уровень жизни и цен очень высокий, но по отзывам беженцев обеспечения хватает полностью на нормальную жизнь, если не путешествовать по стране, потому что проезд реально очень дорогой. Итак, на данный момент по отзывам беженцев есть только три страны, которые полноценно обеспечивают беженцев всем необходимым. Это Германия, Швейцария и Норвегия. Именно в эти страны можно ехать совсем без денег и не переживать, но у каждой из этих стран есть свои плюсы и минусы, которые вы узнаете в самых интересных подробностях в новом видео на моем канале. А в этом ролике собраны усредненные условия для беженцев, потому что есть много случаев, где условия все равно отличаются очень существенно. Так что очень важно, чтобы каждый, кто смотрит это видео, написал подробно в комментариях свою историю, в которой он оказался для того, чтобы помочь новым беженцам, которые все-таки только собираются выезжать из Украины или переезжать из других стран, разобраться во всех этих сложностях. Поэтому, пожалуйста, поделитесь этим видео в ваших соцсетях, чтобы как можно больше людей узнали эту информацию. На этом все. Спасибо всем за внимание и за просмотр. Подписывайтесь на канал, берегите себя, до новых встреч. Пока-пока.